Дорогой Чавес, мне приятно произносить эту фамилию сегодня здесь, поскольку в Беларуси не просто очень хорошо знают, помнят нашего друга твоего брата. Хорошо, что, уважаемый Адам, ты приехал в это время. Есть о чем поговорить, есть общие вопросы, которые мы должны обсудить. И сразу же хочу сказать, что дело не в тех санкциях, которые введены против Воливеранской республики, Венесуэлы и Беларуси. Абсолютно нет. У нас есть очень серьезная, мощная база и фундамент нашего сотрудничества, заложенные еще в те времена, времена Чавеса, Мадуро. Надо откровенно сказать, что и Венесуэла, и Беларусь слабо пользуются теми преимуществами, которые были созданы много лет назад. У нас есть на что опереться для того, чтобы в современных условиях противодействовать любым атакам на наше государство. И мы полны решимости в этом направлении действовать. Думаю, настало время подвергнуть ревизии наши отношения и выстроить еще более сильные отношения. Это странно, что мы имеем в торгово-экономической сфере такого уровня отношения, при том, что все, что есть в Венесуэле, надо Беларуси. То, что есть в Беларуси, нужно в Венесуэле. Нам, Адам, нужно выстроить план возобновления наших интенсивных отношений и реализовать его в ближайшие 2-3 года. Господин президент, в первую очередь, хотел бы поблагодарить вас за прием, который вы оказываете мне в этом красивом дворце. И для меня всегда было и остается большой честью пожать вам руку и поприветствовать вас. И также поблагодарить за ту любовь и за ту поддержку, которую выражает беларусский народ в отношении Чавоса. И будьте уверены, что это отношения, эти эмоции точно такие же, которые испытывает венесуэльский народ по отношению к беларусскому народу. И, в частности, господин Мадуро передает вам тоже огромный привет. И отношение наше к беларусскому народу не изменилось, так как в большинстве своем венесуэльский народ – это чавистский народ. И с точно такой же любовью относимся к вам.